Так, друзья, на это мы приехали в Ханой, вьетнамский торговый центр. Никогда здесь не был. Посмотрим, что это такой вот, вот справа здесь, вход. Мы с папкой гуляем. Здесь такие запахи, как в Таиланде. Так, вроде здесь продукты на минус первом. Кроссовки нам не нужны, мне в принципе нужно кофе, я хочу попробовать. О, здесь целый торговый смотки-смотки. Большой вьетнамский фудкорт написано. Вниз, вниз надо, да, ага. Не-не-не, у нас все есть. Это, конечно, Вьетнам, но ощущение, что мы в Таиланде. Где поп-кофе? Кстати, да, сейчас я посмотрю фотографии, мне Андрей прислал. Азия фуд, Вьетхаус. Давайте вот сюда зайдем. Вот всякая кофе. А, это уже молотый. Нет, мне нужны зерна. Это все. Традиционный кофе. Всякие алоэ веру, посмотрите. Вот манго сушеный обязательно возьмем. Обожаю. Возьмем-ка. Я тоже. Здесь всякая лапша. Смотри, лапша. Бабаса любила. Васильевна наша рисовая мишель 225. Все в районе 200. Что-то я не вижу того кофе. Сейчас я посмотрю. Ой, чаи всякие. Черный чай. Он 150 рублей. 249. Отборный чай черный. Как я вот люблю такую штучку все эти. Как в Таиланде. Ходишь, убираешь. Думаю, еще зайдем в другую. Это я так просто хочу посмотреть. Да, так ты что, тут бывают дырочки специальные нюхать. Аааа. Немного. Давай я возьму корзину. Аааа. Давай я возьму корзину. Вот здесь я точно вижу всё. на держи мою сумку ты манго такой не будешь жевать твердый мой кстати кокосовое масло здесь есть помнишь кокосовое масло взять тебя на котором ядра я есть еще точно . точно . и ничего не надо внутри и себе одно взял и всем манго взял и что-то еще и второго здесь не я взял вот такую знаете что еще зубная паста в таиланде и покатал всегда очень клевая наверное возьму корица такая большая 300 рублей зубная паста 250 стоило все время забываем называть вам цены но вот исправляюсь это чипсы бросаешь масло я вам я возьму потому покажу как это делается ради контента возьмем креветочные чипсы азербайджанский чай нормально здесь продается это вот они вот такие чипсы кревесные бросаешь масло они так шипят оооо мы вообще здесь не уходи не говори мы сейчас пойдем в другое место кажется мы решили по и конечно мы не смогли пройти мимо вьетнамского фудкорта папа любит очень том-ям суп а я обожаю спринг-роллы и вот мы решили ну и конечно же манго джулс куда без него вот он он и все это обошлось два сока том-ям и спринг-роллы тысячи рублей в общем вот так вот это выглядит субчик-ролл рис манго джусы и спринг-роллы обожаю их еще со времен когда я в индии побывал приятного аппетита вкусно давай поешь это супчиком ты двигай не мучайся я потом не давай вместе и снова здравствуйте дорогие друзья ну что я должен вам показать я просто обязан вам показать что мы купили в торговом центре ханой вьетнамский центр который находится в районе ярославки на мкаде мало ли кто может быть москвичи не знали я о нем очень давно знал ну вот только сейчас доехали ну а прежде чем я вам покажу что я купил я хочу отработать так сказать рекламу который проплатил мне мой друг Владимир он же Фунтик Владимирович живущий на Дальнем Востоке в городе Владивосток многие конечно его знают и он попросил меня любезно почти бесплатно сказал накормит пришлет птичье молоко легендарное с Дальнего Востока Вова короче он попросил не просто прорекламировать его ютуб канал точнее совсем не ютуб канал а рутюб канал Вова это наверное единственный человек из моих друзей кто до сих пор верит в эту социальную сеть я честно признаюсь не очень но поддержать и отработать рекламу я обязан вот поэтому кто такой Вова я сейчас ставлю сюда вы посмотрите может кто то не знает давайте его поддержим ссылочка в описании оставлю на его ютуб канал вот поэтому просто подпишемся и будем иногда смотреть всем привет денежка до Макса наконец то дошла поэтому мы можем все таки прорекламировать наш канал а чем же он примечательный во первых примечательный тем что нас зовут Вова Амелия Кристина и Фунтик главные в этой семье это конечно же вот этот парень он знает 77 команд мы делимся секретами их выполнения также мы делимся вообще нашей жизнью как у нас растет точка как мы а мы живем в Владивостоке в Владивостоке очень интересный климат сегодня с утра еще было плюс 25 мы сегодня загорали все было классно а вот сейчас посмотрите вот такой ветер все это разнес деревяшкой мы прижали наше кресло чтобы ничего не улетело а вот столик вот улетел например все разлетелось я вот в футболке Кристина одета а все почему Кристине холодно мне тепло все почему а потому что я занимаюсь зимним плаванием и мне на холод в принципе пофигу а она мерзлячка ну и собственно надо же показать что же умеет Фунтик начнем с короночки да Фунтик любовь молодец Фунтик прыгай ай умница сидеть отдых умри руки ну в общем это немножечко команда мы вам показали и еще нужно показать конечно же дом то есть у нас умный дом это выключатель можно что-нибудь выключить давайте выключили раз включили и конечно же моя гордость и теперь туда и штора открывается также конечно мы снимаем влоги очень интересные с юморком вот так вот мы общаемся с дочкой вот она нам все время дает прикурить дочь посмотри красивая какая да ой какая молодец шапку напялила все четко теперь что наволочку напяливаешь да ничего не получается нормально все умничка в общем подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте всем пока так ну что вообще в этот торговый центр я поехал почему последние капли почему я туда поехал это мне брат неделю назад говорит мы ездили кофе купили вьетнамское кофе я говорю да ты что мне как раз заканчивается потому что все эти вы знаете сейчас кофе подражало просто безумно ну на самом деле там она тоже не дешевая ну думаю за одно съезжу папу взял выгулил так сказать вот я еще не пробовал я не знаю здесь у нас это полкилограмма полкилограмма стоит 800 рублей я взял два вида один который брат рекомендовал а другое просто сам на выбор я честно говоря даже не знаю вообще вьетнамское кофе оно как вообще популярно или не очень на вид как кофе да кофе что там я прям открыл специально потому что я как раз сейчас перемолю и буду пробовать завтра потом расскажу покажу там очень много вот этих всяких сухофруктов каких-то необычных сушеных тропических потому что ну типа наши кураги и чернослива это все понятно ну вот есть такой фрукт есть такой фрукт поедет Тоша поросенок иди сюда ой 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 вот главный сушеный фрукт вьетнамский что приперся в старых рыч почувствовал да помелой запасло знаете такой фрукт помело я его помел андерсон называю вот не видел никогда в сушеном виде такие такие ломтики хотел посмотреть сколько стоит но не на всех продуктах есть ценник джекфрут что такое джекфрут не знаю попробовать мы обязаны надеюсь не тот вонючий фрукт помните это тайский ну по-моему не джекфрут называется на вид как этот как манго ну что такое вкусненький не сильно приторный так теперь из полезного два жира один барсучий жир другой медвежий жир вы знаете медвежий жир очень полезный сто процентов очищенный написано до двадцать четвертого года вот поэтому не думаю не стоит вам рассказывать от чего это барсучий особенно я знаю что и от кашля и натирать можно и добавлять куда-то открывать не буду нюхать положу в холодильник очень полезная вещь и вот это вот стоило по-моему ё-моё то ли 300 рублей что ли одна штучка что-то такое что они ценники не пишут а ну конечно же манго конечно же манго сушеное купил куда ж без него вот второй кофе тоже 500 грамм и тоже примерно за эту же сумму вот такой вот буду пробовать потом вам расскажу ну все арабика не знаю так что еще ну вот немножечко конечно тоже не совсем полезное но две такие баночки один джек опять фрут вот этот вот а второе а второе вьетнам соус суп какой-то колючее такое знаете дерево в общем положу в холодильник попробую конфетки манговые почему-то я думал что везде есть ценник а вот кроме кофе то я ничего не помню сколько стоит нормально ну вот пятьсот пятьдесят фундук сырой вакуумной упаковки на нем есть цена вес пятьсот грамм пятьсот пятьдесят рублей вообще конечно сейчас все подорожало это я уже показывал в магазине это криверочные чипсы они какие-то вы знаете вон они там лежат в пластинке и я потом покажу как их бросаешь я еще кстати с девяностых годов помню у меня у друга кто-то привез и мы с ним экспериментировали на сковородку бросаешь она шипит взял мазь я же люблю все эти мазюкалки тоже пятьсот рублей стоит это змеиное на основе змеиного яда для спины пригодится ну и взял конечно же знаменитую она и тайская и вьетнамская это зубная паста которая снимает очень хорошо кофейный налет и вот всякое такое герболаев написано и тоже что-то в районе пятиста рублей раньше все-таки копейки стоило когда в Таиланде был курс один к одному и ты идешь просто зубную пасту за сто рублей покупаешь и вот очень я люблю вот такие вот конфетки со вкусом кукурузы представляете он даже пахнет чуть-чуть кукурузкой а траву конечно но ничего страшного я не часто балуюсь вот такие покупки вот все что я купил ничего особенного но потратил на тысяч пять точно да тысяч пять в одном три было в другом полторы да Тош кукурузку тебе дай или зубы тебе почистить ну самый дорогой это два кофе и покушали мы с папой взяли взяли я уже говорил том-ям спринг-роллы и два напитка тысячу рублей ровно тысячу рублей раньше это было конечно дешевле но том-ям папу говорит вообще папа его обожает я кстати не очень люблю но вот сейчас попробовал мне понравился он говорит вкуснее я не ел потому что когда вы в этих в обычных торговых центрах его ешь говорит это вообще все не то там прям как по городу и не сильно острый вот показал вам все рассказал не забываем подписываться на Владимира Фунтиковича или Фунтика Владимировича на его прекрасную семью ссылочка в описании в комментариях поддержим нашего товарища дальневосточного все всех обнял приподнял поцеловал все сделал пока пока